Открыть мир вокруг. В Петропавловске проходит трехдневный семинар для педагогов и родителей детей дождя. В рамках проекта «Аутизм победим» в город приехала команда специалистов, которые помогают особенным ребятам не замыкаться в себе и налаживать контакт с окружающим миром. Наша съемочная группа тоже побывала на мастер-классах. Вуди Аллен, Билл Гейтс, Стивен Спилберг и Альберт Эйнштейн – личности яркие и талантливые. Мало кто знает, но в биографии каждого из них можно найти признаки аутизма. Однако такие расстройства не помешали им создавать шедевры и делать гениальные открытия. Это дети дождя, так называют маленьких аутистов. Сейчас вместе со своими друзьями особенные малыши играют, бегают, прыгают, общаются. А ведь именно наладить контакт таким ребятам тяжелее всего. Внутренний мир им комфортнее, чем то, что происходит вокруг. Но побороть страхи можно. И эти малыши – яркий пример, говорят координаторы проекта «Аутизм победим». Он стартовал в октябре прошлого года. Команда специалистов «Мам и детей» ездит по стране, чтобы поделиться знаниями и собственным опытом. Только любящие родители могут стать проводниками для «Детей дождя». Родитель должен для себя решить. Я готов для этого все сделать, я готов учиться, я готов читать, я готов отказываться от каких-то посиделок с друзьями. Я готов не психовать, отказаться от телевизора, от компьютера, от планшета на какое-то время. Для того, чтобы лишний раз с ребенком поиграть, лишний раз ходить с ним на горку. Семинары и мастер-классы в планах побывать в 12 городах страны. Уже встречались с родителями из Караганды Павладара Уральска-Кукшитау. В их большой команде Итолкентураббекова. Ее ребенок особенный. Говорит, заметили, что Алем живет сам по себе, когда ему было 4 года. Он много чего знал. И читать умел, и писать умел свои 4,5-5 лет. Цвета расплавлялся, считал, на нескольких языках мог все это проговаривать. Я думала, что это как-то вот, это и есть главное. Но за всем этим я не усмотрела, что таких простых, каких-то человеческих отношений между нами, что мамочка, да, я тебя люблю, или там сыночек. Вот этого нет. Столичные гости делятся своими историями с североказахстанцами. Проблема социализации детей-аутистов сейчас актуальна, говорят координаторы проекта. По статистике, в мире каждый сороковой ребенок страдает от этого недуга. Есть такие особенные малыши и в нашем регионе. В области на учете психолого-медико-педагогической консультации состоит 333 ребенка с расстройствами аутистического спектра. Из них 128 детей дошкольного возраста. Для работы с детьми данной категории у нас в области функционирует 15 кабинетов психолого-педагогической коррекции. Узнать, как помочь своему малышу попасть в большой мир и какую методику для этого нужно использовать, можно до 9 февраля. Затем со своей миссией команда отправится на запад страны. Александра Салминарус, Тамт Леужанов, Новости МТРК.